Уважаемые садоводы, здравствуйте! Сегодня продолжаю тему животных. Вот здесь вот такие симпатюшки. Вот эта страшно наглая свинья. Она всегда пытается, самые первые, выходить к кормушке. Сейчас я им дам лакомство арбузики. Это арбузы выращенные здесь, в нашем хозяйстве. Вот здесь вот у них еще арбузики есть. Вот смотрите, она хочет меня еще сопроводить, чтобы я вышла отсюда. Да ладно, ладно, иди. Иди уже, иди от меня. Вот смотрите, их у меня здесь. Ну все, ну все, 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 все. Я больше не буду с вами тут вот. Я пришла к вам с миром покормить. Так что вы не это. Сейчас вот тень мы организуем так, чтобы тень была нормальной. Это у меня веслобрюхи и свиньи. Их я завела достаточно давно. Это вот небольшой такой летний сарайчик, загончик. Вот там еще одна хрюшка выглядывает из норки. Они очень такие вот интересные в плане обитания. Они неприхотливые. Когда-то лет 6 или 7 назад мы купили две свиночки и одного кабанчика. И с этого времени у нас началось вот это вот поголовье. И мы никак не можем от них избавиться. Они очень жизнестойкие. За все время, пока вот мы их разводили, они ни разу из приплода не погибла ни одна чушечка. Они рождаются малюсенькими. И у каждой свиночки, у первородочки 6-7 особей. Если свиноматка более старшего возраста, то она, естественно, рожает больше. Иногда до 20 штук. Но мы долго свиноматок не держали. Поэтому в основном они у нас год, два, три. И мы пускаем их на мясо. Но они очень неприхотливые. Очень зимостойкие, морозостойкие, так скажем. Вот несмотря на то, что это выходцы из Юго-Восточной Азии. Вьетнамская веслобрюхая свинья. Она по логике должна быть очень теплолюбивая. Но, как показал наш опыт, они могут зимовать даже в неотапливаемом помещении. Вот они, смотрите, любят очень плоды и фрукты. Мы их кормим яблоками, помидорами. Далее, ну, все, что есть. Траву очень любят, всякую всевозможную. Ну, вот здесь вот есть, конечно, свинка такая. Вот, знаете, она мамка. Она командирша. А вот та, которая в норке сидит, она кушает всегда после. Вот понесла ей, ей понесла. Сейчас она бросит вот этот кусочек арбуза ей. Вот она ей дала. Типа, ты не подходи к корыту. На, вот тебе кусочек. Она обычно ей уносит помидорку. Нет, вот она сама жрет. Но, одним словом, вообще у них очень интересная иерархия. Как, наверное, в любом другом сообществе. Вот. Мы много даем сена. Сейчас уже октябрь, конец октября. Да, вчера вот был снег, он растаял. Они пока живут вот в таком вот помещении. Ну, скажем, я сейчас вот покажу вам. Так, так, нет, девочки. Мы их так вот любовно называем девочками. Ну-ка, девочка моя хорошая. Уйди в стороночку. Я покажу главное свинство, которое у них здесь вот есть. Ну, вот они вот здесь вот спят. Видите, у них тут вот норка. Норка она вот. Видите, вот это. Они закапываются там хорошо. Все наносят вату в зубах шматки сена и делают себе такую подстилочку. Вот это вот их любимая еда. Арбузы, яблоки, помидоры. В течение сезона они вот наедают такую массу вот этой хрюшки ровно год. Скоро она, конечно, пойдет на мяско. Сало у них очень вкусное, мясо очень нежное. Вот, и если кто-то вот ставит выбор, какую свиню брать, белую или черную, то, естественно, нужно брать черную, потому что они очень неприхотливы в выращивании. Они практически не болеют. Вот за время, пока они у меня росли, было много пометов. И, как правило, ни одного отхода... Нет, правда, один раз у меня был отход. Значит, поросеночек только родился и начал уже скакать, как бешеный. И попал в ведро с водой. Я не досмотрела, он утонул. Это был единственный эпизод, когда вот у поросюшки мы потеряли поросеночка. Они очень хорошие мамки. Никогда не поедают свое потомство. Знаете, известно, что белые свиньи способны на каннибализм. Вот. И, в общем-то, они очень скороплодные. В возрасте шести месяцев они уже полувозрелые. Можно кабанчика подпускать, и через три месяца с небольшим у вас уже будет новое потомство. Ну, вот есть такая пословица. Не было печали, купила баба порося. Вот мясом мы не торгуем. И сало, и мясо приходится раздавать родственникам, друзьям. Сало очень вкусное, особенно сало на яблоках. Вкуснее ничего не бывает. Но, одним словом, у кого есть возможность заводить вьетнамских веслобрюхих свиней, я вам рекомендую. Даже мое хорошее. Вот она, такая симпатюшка. Хром-хром-хром-хром-хром-хром-хром-чавкой. Вот она. Она закоперщица, она главная. Она охраняет свое стадо. У меня осталось четыре свиночки. Ну, вот кто хочет купить у меня свиночку, могу продать, потому что мне очень много мяса и сала. И я с удовольствием поделюсь поголовьем. Мелочь уже не держу, потому что уже устала. От поросюшек, от этих. Муж категорически против, чтобы я еще дальше продолжала это свинство. Но, тем не менее, мне приятно, что вот мы выращиваем экологически чистое мяско и сальца. И употребляем его по мере возможности в охоточку. Так приятно съесть вкусненькое сальца и пельмешки с натуральным мясом. Ну вот, всего доброго вам. Здоровья, ну и успехов разведения собственных животных.